Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите в выпуске. 8 тысяч квадратных метров займет будущий инфекционный госпиталь на площадке бывшего посудоцентра в Барнауле. Студенты Алтайского государственного медицинского университета активно помогают в борьбе с пандемией. Наша съемочная группа побывала в краевой клинической больнице скорой помощи. Пациентов с подозрением на ковид больше не нужно везти в Барнаул и Залейска, чтобы сделать КТ. Компьютерный томограф появился в местной центральной районной больнице. Современные томографы в медучреждениях региона возможны ограничения новогодних праздничных торжеств и новая аллея славы. О ключевых моментах рабочей нить повестки губернатора и правительства Алтайского края в ходе минувшей недели расскажет мой коллега Глеб Полянский. Рабочая неделя главы региона традиционно началась с оперативного совещания. Одна из главных тем повестки, конечно, здравоохранение. Новый компьютерный томограф запустили в работу в Алейске. Об этом на оперативном совещании в правительстве в понедельник сообщила заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая. Начнет работать компьютерный томограф. Все мы его запускаем уже теперь не в тестовом, а в регулярном режиме. По 4-й городской больнице сегодня во второй половине дня начинается тестирование. То есть мы аппарат 4-й городской больницы запускаем. Ну и дальше они у нас пойдут графики. По графику Акцент, Крылая детская больница, 12-я городская и следующая Рубцовск. Всего в 2020-м приобрели 6 компьютерных томографов. Это позволит почти вдвое увеличить количество необходимых исследований. В регион также поступили 30 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их закупили на федеральные средства. На следующей неделе начнется монтаж оборудования в инфекционных госпиталях. Тему профилактики распространения коронавирусной инфекции продолжили в ходе заседания Оперштаба Алтайского края в среду. Запреты – непопулярная мера, но порой без нее не обойтись. Эксперты предложили ограничить любые развлекательные новогодние мероприятия, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми. «Если мы говорим о новогодних мероприятиях, это любые интермедии в фойе, домов культуры, театров и так далее. Их просто отменить даже не обсуждая, потому что там люди стоят близко, елочка, Дед Мороз исключено. Это все, конечно, дискотечные форматы. И подумать эту формулировку можно. То есть тоже там, где люди, ну, как мы понимаем, и танцевать в масках вряд ли, да, это будет на самом деле так. И, безусловно, люди там дистанцию не соблюдают». Таким образом, под запрет, скорее всего, попадут дискотеки и новогодние представления, праздники в кафе, клубах, ресторанах и домах культуры. В Алтайском крае запреты пока в стадии обсуждения, но некоторые другие регионы уже ввели подобные ограничения в период с 15 декабря по 15 января. Холодное время года – тревожный период не только для медиков, но и для спасателей. В пятницу подразделения МЧС в городах и районах края получили новую технику. А в Барнауле на улице Взлетная у здания главного управления МЧС региона открыли аллею памяти и славы. Мемориальный камень установлен в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 30-летия МЧС. Напоминает он и о подвигах, совершенных спасателями Алтайского края. И в числе этих важнейших качеств наших спасателей, пожалуй, самоотверженность, готовность во время самых нештатных, самых сложных, непрогнозируемых ситуациях принять самые сложные решения и иногда пожертвовать собой. Память о наших земляках будет сохраняться вечно. В подразделения МЧС и пожарной охраны передали 14 единиц техники. Это легковые автомобили и современные машины для пожаротушения на базе грузовиков «КамАЗ» и «Урал». Также в краевом управлении МЧС губернатору продемонстрировали работу Центра обработки вызовов системы 112. По этому номеру ежедневно поступают сотни звонков о нештатных ситуациях по всему краю. Их круглосуточно принимают и обрабатывают 12 операторов. Нагрузка серьезная, но каждый сотрудник колл-центра знает, от его профессионализма зависит скорость реагирования оперативных подразделений, а значит, жизни и здоровья земляков. А у меня на этом все. Глеб Полянский, Катунь-24. И в продолжение темы. Пациентов с подозрением на ковид больше не нужно везти в Барнаул из Олейска, чтобы сделать КТ. Как уже сказал мой коллега Глеб Полянский, компьютерный томограф появился в местной центральной районной больнице. Подробнее о необходимости этого аппарата и есть ли обученные специалисты для работы на нем, расскажут наши корреспонденты. Ежедневно примерно 25 пациентам Олейской центральной районной больницы нужно делать компьютерную томограмму. До недавнего времени КТ в больнице не было. А ведь только с его помощью можно качественно оказать медицинскую помощь некоторым больным. То есть это в первую очередь касалось пациентов с инсультами и с отчетанной травмой. Если раньше, до приобретения этого аппарата, такие пациенты у нас вывозились в Барнаул, и в итоге оказание медицинской помощи задерживалось на какое-то время, а при этой патологии очень важно вовремя начать лечение, то сейчас 90% пациентов с инсультами не нуждаются в переводе в Барнаул, то есть их можно после выполнения КТ лечить на месте здесь. Также компьютерный томограф помогает выявить специфические изменения в легких при COVID-19. Благодаря программе Краевого Минздрава по развитию межрайонных центров теперь аппарат есть в Олейской ЦРБ. Это очень важно, так как здесь же располагается ковидный госпиталь на 140 мест. Туда ежедневно поступают до 25 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Томограф уже установлен и готов к работе. Оборудование необходимое для работы компьютерного томографа, инвертор, блок бесперебойного питания. По сути дела точно такой же бесперебойный, как на компьютере, только гораздо больше. Само по себе оборудование не поможет, если нет обученных специалистов. Олейский рентгенолог Сергей Довгалев изучал основы работы КТ на стажировке в Санкт-Петербурге и Барнаульском диагностическом центре. Снимки и заключения, сделанные им, в режиме реального времени контролируют специалист из краевой столицы с большим опытом работы. Ездил в Барнаул, в диагностический центр, можно назвать это стажировкой. Работал с ковидными пациентами месяц. Совершенно, чтобы владеть это, годы нужно затратить на это. В эту больницу приезжают из таких районов, как Шипуновский, Усть-Калманский, Черышский, Краснощоковский, Усть-Пристонский, Топчихинский, Калманский. Не только из Олейского. Теперь у жителей этих районов появилась возможность быстро и достоверно диагностировать вирусную пневмонию. Анастасия Меншакова, Михаил Лефуншан. Новости. 8 тысяч квадратных метров займет будущий инфекционный госпиталь на площадке бывшего посудоцентра в Барнауле. Глава города Вячеслав Франк на это деле провел выездное совещание, посвященное данной проблеме. Участники оценили объем предстоящих работ. Вячеслав Франк отметил, что специалисты уже проанализировали опыт развертывания временных госпиталей в других регионах страны и оценили на соответствие необходимым параметрам несколько зданий в Барнауле. Мы на рабочей группе эти вопросы обсуждали и коллегиально потом приняли уже решение, что это здание более подходящее для того, чтобы здесь развернуть госпиталь. Это объект непростой, к нему очень много требований. Из помещения бывшего посудоцентра продолжают вывозить торговое оборудование. В этой работе помогают волонтеры акции «Мы вместе». А строители тем временем уже залили 2500 квадратных метров полов, демонтировали часть конструкции и приступили к утеплению стен. Студенты Алтайского государственного медицинского университета активно помогают в борьбе с пандемией. Многие из них работают в больницах, диагностируют заболевания, а также лечат больных. Наша съемочная группа побывала в Краевой клинической больнице скорой помощи, чтобы увидеть, как проходит их рабочий день. Обсервационное отделение в Краевой клинической больнице скорой помощи организовано с июня этого года. В него поступают больные по скорой помощи, а также по самообращению. В нем и работают студенты медицинского университета. Одна из них – Анастасия Ливыкина. Девушка рассказывает, когда услышала, что есть нехватка сотрудников, согласилась, не раздумывая, даже несмотря на тяжелые условия труда. Мы работаем сутки, в течение суток, 6 часов мы работаем, 6 часов мы выходим, отдыхаем. Когда мы отдыхаем, 6 часов мы идем попить, поесть, входим наконец-то в туалет. Анастасия работает на хирургической половине, обслуживает 49 пациентов. Рассказывает, работать тяжелее, чем в чистой зоне. Поэтому взаимопомощь – ключевой фактор, на котором держится работа больницы во время пандемии. Если, например, нехватка опыта, чтобы мы можем что-то сделать, но мы не уверены в своих силах, мы, конечно, обратимся к старшим товарищам, которые нам все помогут, всему научат, чтобы мы уже в следующий раз смогли все сделать самостоятельно, без посторонней помощи. Встречаются и пациенты, которые высказывают свое недовольство медперсоналу, рассказывает студентка Анастасия Нефельд, которая также работает в больнице. К нему медсестер свой подход. Таким пациентам мы просто все лаконично пытаемся объяснить. Если какие-то буйные, то мы уже обращаемся к врачу, чтобы он пытался объяснить все-таки. Авторитет врача намного больше, чем медсестры. Самое сложное – взаимодействовать с пациентами. Представьте, приемный день, куча пациентов, всем нужно сделать назначение. Врач тут, с одной стороны, начинает еще что-то говорить, ты записываешь. Сложно успеть и правильно распределить время. Но это возможно, просто надо привыкнуть. Однако благодарных пациентов, как отмечает Анастасия, намного больше. На медицинский персонал в обсервационном отделении ложится большая часть нагрузки. Поэтому помощь студентов неоценима. Очень приятно, что в этой ситуации, в которой мы оказались все, здравоохранение, наша больница, связанная с заболеванием COVID-19, студенты нас не бросили. Они остались, работают, помогают, и у них есть весомый вклад в этом деле. Сейчас в обсервационном отделении работает шесть студентов. В больнице надеются, что такой положительный опыт сотрудничества будет продолжаться. А новые специалисты только пребывать. Софья Житина, Сергей Балуев, новости. Алтайские онкологи поставили на поток эндоскопические операции при раке легкого и желудка. Опухоль удаляют без скальпеля, через небольшие проколы. Это позволяет пациентам не только перенести операции без осложнения, но и быстрее вернуться к привычному образу жизни. Подробности в нашем следующем сюжете. Несмотря на упорную борьбу с коронавирусом, алтайские врачи под занавес уходящего года совершили настоящий прорыв в эндоскопической хирургии, рака желудка, легкого и пищевода. Только за последние три месяца доктора Таракального отделения номер два через небольшие проколы прооперировали 60 онкологически больных пациентов. Операции эти не в этом году придуманы и не нами, но в нашем отделении в этом году это все поставлено на поток. Мы их делаем не штучно, а делаем их ежедневно. Внутри брюшной полости находятся только кончики тонких инструментов. Сама операция проходит под контролем видеосистемы. Она передает увеличенное во много раз изображение на монитор. Это, в свою очередь, помогает выполнять манипуляции точнее. Пациенты легче переносят данную операцию, меньше осложнений, быстрее активизируются, раньше начинают питаться, меньше получают сопроводительной терапии, ну и, как следствие, раньше выписываются. Жительницы Крутихинского района Валентине Ощепковой онкологию диагностировали месяц назад. При плановом осмотре выявили новообразование в желудке. Несколько дней назад она пережила эндоскопическую операцию. Через три дня ее ждет выписка. А сейчас Валентина Николаевна уже спокойно передвигается и принимает пищу. Правда, с ограничениями. Грубую пищу нельзя, конечно, есть. Можно овощные пюре, там, жидкое, в общем, все. Эндоскопические операции могут выполнять пациентам из третьей стадии рака. Но есть и множество противопоказаний, например, сопутствующие патологии. Такую операцию медики называют щадящей и бескровной. И признают, что это золотой стандарт мировой хирургической онкологии. Анара Шагирова, Анатолий Фукс. Новости. Реконструкция Шипуновской центральной районной больницы подошла к концу. Здание построено почти 40 лет назад. И это первый капитальный ремонт в его истории. Во время работ пациентов принимали в корпусе стационара. Спустя год врачи переехали в обновленные кабинеты. У нас радостное событие. Мы открыли свою новую поликлинику, переехали сюда. У нас, значит, какие реорганизации здесь. У нас новое картохранилище. Раньше такого не было. Приспособление, где хранятся амбулаторные карты. Помимо картохранилища, в поликлинике появилась долгожданная открытая регистратура кабинеты для узких специалистов и доврачебной помощи. Внешний облик здания тоже изменился. Обновился фасад и кровля. Пациенты вспоминают, в каких тяжелых условиях врачам приходилось вести прием. В кабинетах стояли тазики, протекала крыша. Ну как было. Кабинеты все облезли были. Я в садике проработала 35 лет. Мы постоянно ездили на медосмотр. Естественно, плачевное состояние было. Ну так, врачи-то, конечно, всегда были хорошие, нормальные. Ну, сидели в очередях больших, конечно, состояниях. Ну, а так сейчас вообще все нравится прекрасно, хорошо. Около 40 миллионов рублей на ремонт больницы выделили из краевого бюджета по программе развития здравоохранения в Алтайском крае. Больница планирует и дальше участвовать в подобных проектах. В ремонте нуждается стационар ЦРБ. Смотрите дальше и вы узнаете. В Белокурихе прошла церемония закрытия первого международного фестиваля сказочного жанра детского и семейного кино «Хрустальные ключи». Кто получил награды? В Санниково региональный оператор разорвал контракт с подрядчиком и самостоятельно занялся вывозом мусора. Ранее жители сел жаловались на нехватку контейнеров и несвоевременную уборку отходов. Алтайский край в следующем году бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. Их планируется распределить между Барнаулом и Наукоградом. Ко второму чтению в законопроекте о краевом бюджете на 2021 год дополнительно запланировали более 16 миллиардов рублей поступления из федерального бюджета. Еще на 1 миллиард увеличатся собственные доходы региона. Эти и другие изменения, которые произошли в ходе подготовки проекта, обсудили на этой неделе в парламентском центре. В второй год у нас идет такая тенденция в нашем государстве, что вся поддержка федерального центра должна быть до бюджетного года принята. И в том году мы так же сделали, и в этом году. Это удобно работать, потому что мы можем полнокровно спланировать наши бюджетные расходы, довести до всех бюджетополучателей и более четко прогнозировать свою работу. Особенно касается в части развития. На такой период, как сейчас сложный, пандемия, ковид и так далее, это очень важно, чтобы мы знали, какие у нас есть финансовые ресурсы, особенно это муниципальное образование. На развитие образования дополнительно будет выделено более 3,5 миллиардов рублей. Отрасль здравоохранения получит еще почти 1,5 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард на медоборудование. Олейские учителя пожаловались на сокращение зарплат. По их словам, в новом году стимулирующие сократили в сентябре на 50%, а в последующие месяцы – полностью. Также убрали доплату за консультации и федеральную выплату за классное руководство. Министерство образования и науки Алтайского края разбирается в ситуации. Однако специалисты сообщают, в Олейск направлены все средства, необходимые для финансирования школ города. В этом году выплаты увеличены на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, из федерального бюджета выделено более 4,5 миллионов рублей на ежемесячные выплаты за классное руководство. Распределением средств занимается сам муниципалитет. Именно с этим должен разобраться муниципалитет, та рабочая группа, которая создана под руководством главы города. И данная рабочая группа, рассмотрев все обстоятельства того, что произошло, что стало причиной обращения педагогов города, доложит информацию и подготовит те управленческие решения, которые приведут к разрешению ситуации. В Санниковском сельсовете региональный оператор разорвал контракт с подрядчиком и самостоятельно занялся вывозом мусора. Ранее жители сел жаловались на нехватку контейнеров и несвоевременную уборку отходов. Тему продолжит Анна Москаленко. Нехватка контейнеров для отходов, уборка мусора не в полном объеме, да и вообще его редкий вывоз. Такие жалобы стали поступать от жителей Санниковского сельсовета постоянно. Обслуживающая компания не принимала никаких мер. Ситуация не улучшалась. Фактическое количество проживающих в сельсовете – 7 тысяч человек. На две тысячи больше, чем прописанных пользователей. Из-за этого неправильные расчеты подрядчика. Раньше у нас мусор вокруг баков. Все. То есть забрали то, что в баке, а то, что рядом, так и валяется. И зачастую иногда приходилось даже, ну могу сказать, самим приходить и убирать. У нас улица получается проезжая. То есть очень удобно многим, когда едут в Барнаул на работу и закинул, так скажем. Ну мимо попал, может там не мимо попал, в бак попал, повезло. Региональный оператор разорвал с подрядчиком контракт. Оказалось, было необходимо изменить систему вывоза мусора в пяти сельсоветах Первомайского района. В Бобровском, Санниковском, Баюновоключевском, Жилинском и Расказихинском. Места накопления были изменены более актуальны. Были изменены витары, установлены в определенных местах, где больше всего нагрузка по количеству отходов. Были установлены бункеры и накопители. Изменена периодичность, а не менее трех раз в неделю. И оптимизированы маршруты движения мусоровозов. Мусорная реформа в Первомайском районе началась с 2019 года. В 2019 году бюджетом муниципальных образований и городских округов из бюджета Алтайского края выделено 80 миллионов рублей на приобретение контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов. Первомайскому району из указанных средств выделено более 6 миллионов рублей. На указанные средства было приобретено 50 бункеров и 1014 контейнеров для накопления такого. В 2020 году выделено 2 миллиона 200 тысяч рублей. Сегодня в Алтайском крае, по словам специалистов регионального Минстроя, 543 населенных пункта перешли на новую систему обращения с мусором. Это 80% всех жителей региона. До конца этого года планируется увеличить охват до 90%. Анна Маскаленко, Сергей Балуев, Новости. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году не только реконструировали важные магистрали, но и в буквальном смысле создали новые транспортные артерии. Наши корреспонденты узнавали подробности. Несколько лет жители новых многоквартирных домов по улице Сиреневой вынуждены были ходить по глине. Асфальтированная приезжая часть здесь появилась только в этом году. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Квартал активно застраивается. То есть застройщики строят свои дома, дома строятся, люди заселяются, но дорог нет. Так ремонт дороги лег на плечи муниципалитета. В первый этап работы проводились на Сиреневой в границах от улицы Взлетной до улицы Балтийской. Длина участка почти 400 метров. Автомобильная дорога здесь построена с нуля. Подрядная организация обустроила три полосы движения, парковки и тротуары. На сегодняшний день объект уже готов. Его стоимость составила более 32 миллионов рублей. В настоящее время движение еще не открыто по дороге. В связи с тем, что проводятся определенные процедуры по сдаче автомобильной дороги в эксплуатацию. Весной Сиреневой оправдает свое название. На улице зацветет 121 куст сирени. Озеленение улицы тоже дело рук подрядчика. Обновление Сиреневой продолжится в следующем году на участке от улицы Балтийской до улицы Власихинской. Еще один объект, который построят в следующем году, проезд в Северный Власихинский. От улицы Попова до проспекта Энергетиков. К работе приступили 28 октября. В данном микрорайоне проживает очень большое количество людей. Многоэтажная застройка, которая уже введена в эксплуатацию. Соответственно, каждое утро и каждый вечер мы видим так называемый пик маятниковой миграции, когда большое количество личного транспорта выдвигается с данного участка по направлению в сторону центра города. Здесь построят более полутора километров ливневой канализации, обустроят тротуары и освещение. Строительство автомобильной дороги приведет к снижению транспортной загруженности улицы Власихинской, Балтийской и Сергея Ускова. На следующий год будет готов мост в селе Власика через одноименную реку. Он соединяет населенный пункт с центром Барнаула. Мост разберут и построят снова. А пока автомобилисты пользуются объездным путем и относятся ко всему с пониманием. Он нужен, был давным-давно, потому что развязка хорошая, потому что поток много, в лесной ездию, в штабку, автобусы. Длина переправы составит 47 метров, ширина увеличится до 9 метров. Также обустроят тротуары. Рабочие зимних температур не боятся. Мы планируем закончить обустройство опор, а в начале следующего года приступить к монтажу пролетных строений и весной-летом закончить благоустройство. На строительство потратят 53 миллиона рублей. Возобновится движение по еще одной важной транспортной артерии в сентябре 2021 года. Анара Шагирова, Анатолий Фукс. Новости. Алтайский край в следующем году получит бесплатно 10 трамваев из Москвы. В сентябре губернатор региона обратился с такой просьбой к мэру города Сергею Собянину. Мосгортранс готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Татра. Ведомства и администрации Бийской Барнаула направят в Москву специалистов, которые выберут трамваи. После поездки начнется процесс передачи подвижного состава, который включает в себя ряд технических осмотров, а также непосредственно доставку. Выход трамваев на линию ожидается в 2021 году. Как пояснили в Минтрансе, ввод дополнительных вагонов в Бийске и Барнауле существенно сократит время ожидания пассажиров на остановках и обеспечит комфортный проезд, что особенно значимо в час пик. 390 тысяч жителей Алтайского края стали участниками Всероссийской недели финансовой грамотности. В течение недели более 80 экспертов рассказали участникам о том, как грамотно планировать и управлять личным бюджетом, а также как сохранить и приумножить денежные средства. Дистанционный формат проведения позволил участникам подключиться к встречам в удобное для них время. Недели финансовой грамотности в Алтайском крае – это ежегодные сезонные акции, направленные на распространение актуальной информации о финансовых инструментах, принципах грамотного финансового поведения, а также правилах защиты прав потребителей финансовых услуг на финансовом рынке. Они реализуются как одно из направлений информационно-просветительской деятельности в рамках государственной программы Алтайского края – повышение уровня финансовой грамотности населения. Среди наиболее острых проблем жители нашей страны назвали загрязнение воздуха, мусорные свалки, грязные реки и озера. Экология за последние пять лет ухудшилась, считает почти треть россиян. Но ответственность за состояние экологии граждане почему-то возлагают на местные власти и гораздо меньше на самих себя. Как обстоят дела в нашем крае, что представляет собой программа экологического воспитания молодежи и проект «Усынови-заказник»? Об этом беседа Ольги Солонгиной и Ильи Дудина, начальника отдела особо охраняемых природных территорий управления природных ресурсов и нормирования Минприроды Алтайского края. Илья Викторович, расскажите, пожалуйста, как идет работа, связанная с, наверное, экологическим воспитанием, если я правильно выражаюсь, на территории региона. Ведь пока на самом деле мы все люди не поймем, что от нас зависит, насколько чисто, насколько нет свалок, ничего не будет, дальше не сдвинется. Поэтому это одна из самых главных работ, которую ведут Министерство Российской Федерации, Министерство природных ресурсов. Я думаю, что вы сегодня с нами поделитесь опытом такой работы. Действительно, у нас сегодня все, прогрессивное человечество, наверное, сходится во мнении, что экологический кризис у нас на планете есть, и ни одна из стран, государств, регионов не является исключением, и экологические проблемы у нас не сходят сегодня с повестки дня. И одно из направлений для того, чтобы решать эти проблемы в долгосрок, это работа по экологическому просвещению, воспитанию населения, детей, в том, чтобы сформировать правильное взаимоотношение людей и природы. Здесь есть разные механизмы. Сказали детей, а взрослых уже поздно воспитывать, или там тоже есть какие-то механизмы воздействия? Взрослые, конечно, не поздно воспитывать их, но, как правило, наиболее восприимчивая часть наших граждан — это все-таки дети. И надежда больше на подрастающее поколение. То есть я правильно понимаю вас, что основная часть работы, просветительская, направлена именно на молодежь, на школьников? Да, основной упор делается, конечно, на подрастающее поколение школьников, студентов и даже на детей уровня детского сада, потому что они лучше воспринимают эту информацию, они более чутки к этой информации, у них более высокий уровень эмпатии, сопереживания тем проблемам, которые есть реально в природе. Потому что взрослые люди, как правило, за своими ежедневными бытовыми вопросами, они хуже воспринимают эту информацию. Только осознанные люди начинают как-то менять свое поведение. У совсем какой-то определенной только части населения возникает желание изменить свое поведение, ежедневное поведение в части сохранения каких-то природных ресурсов. Но на сегодняшний день мы отмечаем, что через детей, вот через вот эти проекты, которые реализуются детьми, то есть если провели акцию и ребятишки убрали мусор на какой-то территории и оставили после себя аншлаг с фотографией, вот мы ребятишки, вот мы с мешками, мы здесь мусор собираем, ну вряд ли у какого-то взрослого, который будет проходить мимо, поднимется рука бросить бумажку здесь. То есть вот исходя из такого банального, простого примера, вот он может, это, конечно, такой самый примитивный вариант экологической акции. У нас в крае, слава богу, есть гораздо более интересные проекты, когда дети на своем примере показывают, как они могут изменить природу. У нас дети создают особо охраняемые природные территории в Алтайском крае, то есть это в том числе в рамках и наших проектов по поддержке и другие проекты. А как это организовано? Это же, наверное, нужно какой-то участок территории выделить под деятельность детскую, да? Это должен быть какой-то наставник, то есть как вот этот механизм, как работает? Конечно, да, есть механизм наставничества. Любопытно, я не слышала о таких проектах. Один из примеров, у нас в крае действует системная программа «У сыновей заказник», ее возглавляет Людмила Пожидаева, общественный деятель. И у них есть целая сеть школьных организаций, лесничеств, отрядов, которые берут какую-то подшефную территорию на прилегающую территорию. У них это группа из ребятишек, это может быть 5, 10, 20 человек, с которыми работает, как правило, школьный учитель. Это там педагог, который что-то понимает в природе, которому это интересно. И они работают, они участвуют в различных конкурсах, которые проводятся этой организацией и реализуют разные проекты. То есть они наблюдают за птицами, вешают скворечники, собирают какие-то экологические акции, проводят, работают со своими сверстниками. То есть это как бы один из примеров. Но у нас для того, чтобы эта работа была системно развивалась и на государственном уровне поддерживалась, мы с прошлого года возобновили практику предоставления грантов губернатора в сфере экологического образования и просвещения. То есть вот учитывая то, что такая практика сама сложилась в крае, мы поняли, что хорошо бы находить какие-то средства, потому что, как правило, финансовый вопрос, он многих останавливает. То есть люди готовы потратить свое время, свои какие-то ресурсы, которые там дома есть, но, конечно, из кошелька достать какую-то значительную сумму, это всегда сложно. То есть государство сегодня готово поддержать даже… Да. И поэтому мы внедрили вот эту практику предоставления грантов на конкурсной основе. То есть это безвозвратный грант, который дается какой-то группе. К сожалению, бюджетные средства мы можем давать только организации, но это может быть из практики. Это школа какая-то сельская, то есть у нас являются получателями этих грантов. Это может быть библиотека, которая как отдельное юрлицо действует, сельсовет, детский садик, какая-то социальная, некоммерческая организация может быть. То есть это должно быть оформлено как юрлицо. Не могут получать эти гранты иностранные юридические лица, политические партии, религиозные организации. Ну то есть вот такие исключения сделаны. А предприятия, которые наносят вред окружающей среде, могут получить такой грант? А предприятия могут получить? Или они за свой счет должны все-таки… Ну, которые наносят вред, вряд ли они, конечно, мы им дадим грант, даже если они попросят, потому что есть юридические механизмы, которые обязывают их возмещать этот вред. За свой счет. За свой счет, конечно. Спасибо вам огромное. На этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства медицинской сети «Добрый доктор». Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2016 года руководители и учредители консультационно-диагностического центра подавали ложные сведения в Фонд обязательного медицинского страхования. В реестрах рассказывалось об объемах, оказанных Центром услуг гражданам, застрахованным в территориальном фонде, которые в действительности оказаны не были. Кроме того, были предоставлены ложные документы о понесенных затратах на оплату аренды помещения, медицинского оборудования, проведении обучения медперсонала, подлежащих возмещению из средств фонда. По данным следствия, руководство «Доброго доктора» похитило около 170 миллионов рублей, которые были перечислены фондом медстрахования на банковский счет центра. По ходатайству следствия в отношении трех должностных лиц «Добрый доктор» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту их работы и жительства следователями Следственного комитета и оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения фигурантам уголовного дела. Расследование продолжается. Незаконные археологические раскопки с использованием металлоискателей проводили на территории Локтевского района на протяжении двух лет. Возбуждены дела об административных правонарушениях. В здании Алтайского государственного краеведческого музея состоялась передача изъятых артефактов в Государственный музейный фонд Российской Федерации. Эксперты назвали наиболее значимыми находками бронзовый наконечник стрелы ранее с киевского периода и зажигалку из медного состава, изготовленную в Германии в середине XIX века. Первый международный фестиваль сказочного жанра детского и семейного кино «Хрустальные ключи» прошел на этой неделе в Белокурихе. Главные зрители, алтайские дети, оценили 47 отечественных киноработ, которых еще нет в прокате. Это и полнометражные фильмы, и мультфирмы, и короткометражки мультики. Продолжит тему моя коллега Анна Москаленко. Название международного кинофестиваля «Хрустальные ключи» – объединение двух всем известных сказочных атрибутов – «Хрустальных туфелек» и «Золотого ключика». 47 конкурсных киноработ оценивали в онлайн и офлайн форматах дети – участники творческих коллективов региона. Еще около 100 фильмов, но уже вне конкурса, посмотрели около 5000 детей. Среди них работы Натальи Бондарчук и киностудии имени Горького. И прежде чем наш кинофестиваль «Хрустальные ключи» переехал в Белокуриху, в Алтайский край, я 16 лет делала этот кинофестиваль, он назывался «Сказка». Мы были правоприемниками кинофестиваля «Сказка», который каждый год проходил в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе снималось до 12 сказок. Что хотел сказать автор? Какая главная мысль у работы и как отыграли актеры? Чтобы мнения детей были объективны, им помогали в судействе режиссер Татьяна Мирошник, актер Валерий Еременко и шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Конкурсные киноленты и мультфильмы пока не появились в прокате. У детей была возможность посмотреть картины одними из первых. Наш фильм «Огонек огниво» занял первое место в номинации «Полнометражная анимация». Я хотел поговорить зрителям о том, что важнее – любовь или деньги. И хотел передать зрителю мысль, что деньги – это неплохо, но деньги, как нам кажется, они должны зарабатываться, они не должны быть на халяву. От сказки Андерсона мы ушли. Победителем в номинации «Кинематограф. Полнометражное. Игровое кино» стала работа «Домовой» нашего земляка Евгения Бедарева. Это наша земля! Вот так попросим выбор. Земля ваша? Ваша земля? Вот это да. Евгений Бедарев, наверное, да? В рамках кинофестиваля «Белокуриху» посетили звездные гости. Среди них актрисы Ольга Кабо, Оксана Сташенко, Елена Старостина, астролог Тамара Глоба, продюсер Павел Коплевич и многие другие. Он первый, и мне кажется, что он удался. Но я вам могу сказать, что мы много раз бываем на разных кинофестивалях, знаете, и на серьезных, и на таких детских. Я вам хочу сказать, просто порадоваться за своих коллег, что удивительный сценарий открытия и закрытия. Это такой, знаете, серьезный совершенно уровень. Организаторы поделились, что идея фестиваля на Алтае возникла давно, но президентский грант на его реализацию удалось выиграть только с четвертого раза. И теперь руководители сделают все, чтобы детский кинофестиваль стал традиционным на Алтае и поселился в сердцах тысяч детей. Я очень надеюсь, что у нас будет вторая такая возможность, когда уже не будет ограничительных мер, когда мы сможем вот общаться вот так, проводить встречи, обниматься, говорить друг другу добрые слова, не на дистанции, а подходить близко друг к другу. Ну, я думаю, я надеюсь, что продолжение следует. Анна Москаленко, Сергей Балуев, новости. В Белокурихе открылась новая алтайская резиденция Деда Мороза, которая раньше располагалась в Барнаульском парке «Лесная сказка». Приехали туда и звездные гости. Подробности в нашем сюжете. Алтайская резиденция Деда Мороза – место, где сказка оживает на глазах. Здесь и дерево заветных желаний, и волшебный трон, и даже логово Бабы-Яги, а также две с половиной тысячи варежек, которые носит Дед Мороз. Раньше резиденция располагалась в парке «Лесная сказка» в Барнауле, но из-за пандемии пришлось переехать. У меня какое-то ощущение Нового года здесь, в Белокурихе, совершенно другое. Я приехал сюда, и у меня было сегодня утром, буквально, вот у меня ощущение такое, что Новый год, вот он уже, все, наступил. На открытие приехали и звездные гости. Родион Газманов исполнил для жителей и гостей города несколько песен. Белокуриха на певца произвела положительное впечатление. Эти краски совершенно другие, не такие, как в городе, не такие, как в основной части России. Да и люди, как и добрее. Я уже даже успел спеть песню «Танцуй по командой» вместе с Дедом Морозом, поэтому я думаю, что теперь, вот после этого, все наши желания точно исполнятся. Пандемия не помешала в организации праздника, даже наоборот, помогла его сделать по-настоящему запоминающимся. В резиденции установлена интерактивная карта сказочных объектов. С помощью нее можно связаться с волшебными персонажами, которые находятся в других регионах страны. Всего их 33. Организаторы объясняют, проект уникален. А его стоимость – более 800 тысяч рублей. Мы не можем много путешествовать обычным способом. Был придуман такой проект. И в этом году мы также открыли онлайн-путешествие по резиденции с Дедом Морозом. У нас на сегодняшний день уже есть даже заявки из Москвы. То есть дети собираются в группу и онлайн путешествуют по резиденции с Дедом Морозом. Можно и приехать в резиденцию, чтобы лично отдать письмо со своим желанием Деду Морозу. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Пожалуйста, исполни все мои желания. Ох, ты еще и письмо написала. Ну, конечно. Здравствуйте, как он делал? Вот, хорошо. Отлично. Ну, хорошо. Договорились. Я исполню все твои желания. Для чудес нет возрастных ограничений, поэтому на праздник приехали не только родители с детьми, но и взрослые, для которых Новый год – это повод загадать заветное желание. Ну, в этом году мне подарили машину, которую я загадывала на прошлый Новый год. Пожалуй, тоже поверю в Деда Мороз. Верьте, он правда существует. Для настоящего праздника не может быть ограничений, даже во время пандемии, потому что, как заметил алтайский Дед Мороз, он начинается в душе у каждого. Приезжайте и празднуйте. Только помните о волшебных масках и сказочной дистанции. Софья Житина, Алексей Михайлов. Новости. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»